Ну, я думаю, что сейчас в России тоже вряд ли найдутся хозяйства, которые больше, чем мы производим. А в этом году мы произвели 1300 тонн ягоды. И я думаю, что это не самый лучший наш урожай. Действительно, мы когда-то производили 1800 тонн за сезон. Поэтому от лица совхоза Ленина хочу, скажем так, вас приветствовать и поблагодарить. Нам сейчас очень сложно, вы знаете, там на нас рейдерский захват. И свыше 300 наших коллег подписало письмо в защиту совхоза Ленина. Спасибо вам за это большое от коллектива. Теперь о Ягодном Союзе. Да, действительно, это давно назревшее событие, когда ягодоводы должны были объединиться. И ясно, что когда нас много, а я очень рад, что сегодня нас так много, наш голос может быть услышан и в Минсельхозе, и в других организациях, которые, на самом деле, казалось бы, должны делать все для того, чтобы развивать ягоды и ягодоводство в России. А пока этим не очень сильно занимается. Ну, правда, я должен сразу сказать, что и в советское время сначала молоко, хлеб, мясо, овощи, и только потом ягоды. Это было всегда. И я считаю, что, видите, такая дискриминация на протяжении даже последних, после того же советских лет была. Вы помните, что мы до недавнего времени платили 20% НДС, хотя никто не мог объяснить, почему на овощи 10, а на ягоды 20. Сейчас, слава Богу, этот вопрос решен. И многое другое, что подсказывало, что для нас мы, скажем так, были замечены властью по остаточному принципу. И поэтому Ягодный Союз был необходим для того, чтобы совместно защищать интересы ягодоводов всей России. Если говорить о том, что за два года, а больше всего мне хотелось бы сказать слов благодарности еще Ирине Козе и ее сотрудникам, потому что, на самом деле, они, основные драйверы, так сказать, всех этих изменений, именно они заставили Минсельхоз слушать и включить в рабочую группу представителей Ягодного Союза, именно они ставят главные вопросы, связанные с защитой растений, с невозможностью получения новых сортов, сложностью их оформления через Госкомиссию, именно они занимаются лоббированием наших интересов в Минсельхозе, ну и в других органах государственной власти. Поэтому то, что они сейчас провели очень большую работу, то, что появились вот эта библиотека Ягодного Ягодовода, и появились новые книги, то, что нас консолидируют, собирают, это очень большое достижение и спасибо большое. К сожалению, Совхоз Ленин вступал в Ягодный Союз земляничков Германии, потому что не было такого Ягодного Союза. Теперь мы рады, что мы сегодня здесь собираемся. Если говорить о Ягодной отрасли России, то, по данным Минсельхоза, в этом году было произведено 16,9 тысяч тонн ягоды, и в эту статистику не верит никто. Например, в Московской области, по их оценкам, 800 тонн ягоды было произведено в Московской области, только Совхоз Ленин 1300 произвел, они просто не знают про нас ничего. Ну, может быть, с одной стороны, это и хорошо, потому что, как только узнает что-то правительство, сразу пытается обложить дополнительным налогом. Но, несмотря на это, мы с вами должны понимать, что главной проблемой ягодоводства в России это все-таки является, прежде всего, это низкая покупательная способность населения. Потому что, как бы мы ни хотели, сначала люди покупают молоко, хлеб, мясо, овощи, и только потом идут за ягодой. Поэтому, конечно, если в нашей стране будет, действительно, не на словах, а на деле, происходить борьба с бедностью, у нас появится больше шансов продать свою продукцию. А у нас продукция абсолютно качественная, натуральная. И надо сказать, что мы еще, может быть, в силу разных причин, не ушли в, скажем так, закрытый грунт полностью, производим продукцию натуральную, качественную, и нашей продукции нет равных. Это я вам могу точно сказать. Совхоз Ленин находится в таком месте. Мы принимаем очень много иностранных делегаций, в том числе ягодоводов из Швейцарии, Германии, Голландии. Вы знаете, по качеству ягоды никто с нами сравниться не может. Это мы видим прям по, даже по реакции фермеров, которые приезжают к нам, пробуют нашу ягоду. Я думаю, что по всей России вот это качество нашей ягоды является основным, ну, скажем так, конкурентным преимуществом. Потому что ни турецкая, ни греческая, никакая ягода, которая в больших объемах поступает в Россию, она не может сравниться с нашей по качеству. Но, несмотря на это, нам нужно использовать новые технологии. И вот эти проблемы, отрасли которых я уже частично коснулся, это прежде всего отсутствие, ну, скажем так, понимания власти, что нужно помогать нам в регистрации средств защиты растений. А мы с вами находимся в ужасном состоянии. У нас своих средств защиты растений нет. И в ближайшее время не предвидится, что они появятся. А облегчить регистрацию, ну, скажем так, веществ для борьбы с вредителями и болезнями нам почему-то никто не хочет. Поэтому этот вопрос уже неоднократно поднимался ягодным союзом. И мы продолжаем, конечно, работать над этой проблемой. Второе – это отсутствие качественных, действительно, ну, качественного посадочного материала. У нас нет индустрии, она умерла практически, скажем так, производства качественного посадочного материала. Мы даже в институтах, которые являлись государственными, не можем найти то, что устроило бы нас по качеству, уж не говоря там о фриго, вообще вот обеззараженном посадочном материале. И этим тоже нужно заниматься очень серьезно. Мы, конечно, страдаем от недостатка зарегистрированных качественных сортов и усложненной регистрации. Но вот в этом отношении ягодный союз вместе с Госкомиссией по сортоиспытаниям, кажется, начал двигаться в правильном направлении. Сейчас нам обещают, что будет облегчена регистрация сортов. Тогда мы сможем, скажем так, на равных бороться с нашими иностранными конкурентами. Потому что их сорта меняются практически мгновенно, если посмотреть. И многие из них, к сожалению, пока не допущены, но мы уже теряем от этого. Ну, естественно, главной проблемой всех нас присутствующих является, к сожалению, отсутствие кадров, подготовленных кадров для производства ягод. Потому что я, например, считаю, что агроном-ягодовод – это высший пилотаж агрономии. Это вам не овощи, не зерно. Но, значит, тут это, скажем так, огромный масштаб знаний по борьбе с вредителями, по защите плантаций. А я вам напомню, что все-таки большинство нашей территории России – это все-таки зона рискованного земледелия. Мы в этом году убедились в том, что ты можешь три года получать хороший урожай голубики, но вот такая вот, например, зима, в кавычках, которая сейчас есть, спровоцировав сокодвижение, может убить всю вашу плантацию моментально. А мы еще не знаем, что будет весной. И что там произойдет, когда мы снимем укрывной материал и поймем, в каком состоянии плантации. Поэтому это очень сложная задача. Поэтому подготовка кадров, а я недавно встречался с, скажем так, руководителем сельскохозяйственной академии, пока находится на очень низком уровне. И надо просто отдать должность, что те люди, которые их обучают, в том числе на факультете садоводства, к сожалению, в большинстве не идут в сельское хозяйство, а идут куда угодно, только не в сельское хозяйство. Но, несмотря на это, разобщение садоводов и ягодоводов, я вас с этим могу поздравить, закончилось. Мы с вами, видите, в каком составе собрались. Как говорят на Руси, батьку легче гуртом бить. Поэтому, я думаю, нас теперь будут слышать. Еще раз большое вам спасибо, что вот вы приехали. Я там, если нужно будет, потом отвечу на вопросы. Но, еще раз, от коллектива совхоза Ленина большое вам спасибо. Надеюсь на плодотворную работу и на то, что ягоды России зазвучат не хуже, чем зерно России. С праздником вас, я имею в виду сегодняшнюю конференцию. Спасибо вам большое. Спасибо.